нет утром его не будет будет ну потому что завтра будет другое не знаю ты смотришь и зеркало не эти маленький подарок ну бери купил шой радость я к давать какой момент я не знаю это просто сумка на дороге валялась можно просто я не знаю а это зарядка коробку короче заныкал на балконе заранте с документами подеши на гигантская там еще карманчик есть ты видишь вот там в сумке две батареи 2 сразу 2 на лице написано на лицевой части нет просто 77 д тебе нужно было не продаются красивые разноцветный чехол но она не маленькая но в первую очередь для нее для них и брались просто понятие если эту камеру в ремонту давать с вами у тебя пару дней переведешься этой сегодня утро солнечное и у нас будет на завтрак манка как-то вам не редко получилось тут папочка заходил принес телепанчики такие красивые очень классно пахнут и меня и в комментариях все этого ли мама с папой сейчас сказали как-то их достать упаковки поставить вазу подрезать чуть-чуть буквально и налить вазу на сантиметр два воды всего лишь и так они будут хорошо типа стоять проверим эту теорию папа подарил еще кое-что кое-что бардак в коридоре хотя вчера убирала просто вещи как-то навалены открыточку с денежкой подарил но самое крутое это здесь поздравление которое написал еще разными ручками от младшей любимой дочурки дяжки от папочки поздравляю с праздником 8 марта желаю крепкого здоровья удачи семянного благополучия и 5 миллионов подписчиков очень мило с папаной стороны конечно написать про 5 миллионов подписчиков мне главное не количество а качество думаю уже давно все это знаете это все было лирическое отступление вообще еле разговариваю сегодня теперь мы хотим поснимать на новую камеру которую мне ваш подарил и поздравить вас 8 марта желаю всем цвести пахнуть быть женственными проносить этот мир красоту порядок нотку какой-то знаете такой как сказать изюминку короче потому что мы украшаем этот мир это надо признать нашим мужчинам вот и ценить нас поэтому пусть вас тоже ценят любят и все будет хорошо вот кошмар полчаса с камеры игрались потому что то звук у нас шумы какие-то хотя шумы на всех этих камерах есть внутри что думали как его убрать потом мы пытались снимать в итоге автофокус пропал у лёши чуть ли не истерика уже началась он просто какую-то кнопочку он включил механический автофокус вместо автофокус короче пропал автофокус будет три часа только что сидели это все решали общем камера конечно тяжеленькая так снимать очень тяжело поэтому влоги часто на эту камеру именно в городе наверное не будут только если мы с лёшей будем ну что мне тяжело с ней она очень много места занимает но она годится для классных красивых видео для статичных видео то есть эти все отдельные рецепты отдельные мои сидячие какие-то рассуждения и болталки все это будет вот эту камеру сниматься ну естественно фотографии потому что это фотоаппарат и сегодня мы попробуем на нее в пофотографировать руками с 2 лица просто хочу передать большой привет моречке потому что когда мы с ней гуляли рассказала что у нас запорожье на металлугов есть круглый дом я такая какой круглый дом не поверила ей она говорит у меня там бабушка живет то есть это для меня это оказалось даже какой-то достопримечательностью потому что я об этом ничего не слышала и я говорю лёш хочу на выходных поехать посмотреть вот и мы приехали посмотреть на улице независимой украины 31 он достаточно старый и на фотографии конечно интереснее если вы хотите посмотреть круглый дом запорожье он с высоты птичьего полета интересно смотрится и он типа в виде буквы с и типа там мы прочитали что даже какие-то легенды ходили первая буква фамилии сталина это все теории заговора и так далее вот ну конечно так вот он не так будет выглядеть меня спросили показать хоть что-нибудь интересное я сама об этом недавно узнала и прямо загорелась просто что интересно какая здесь планировка круглая то есть закругленные стены просто дом он не выглядит как просто дом на что две батареи она уже зарядилась строю вставили на ночь крутые мы теперь можем ходить и снимайте интервью брать с такой камерой если мы еще микрофон подключим и такие серьезные дядьки и тетки да тут же башмак есть вот сейчас понять просто то сейчас идеальное освещение что ты понимала тут них есть у нас нигде его нет ну на самом деле лучше показывать зачем короче мы проникли в подъезд но это обычный подъезд как стали ну как в обычных стали как стали видишь подъезд ну как я решила и сломать там на самом деле очень интересно обычный подъезд что на самоверфи ну ты просто хочешь пройти спасли кисточные клетки непосмертники пишите в комментариях папа когда-то дарил красиво а можно еще ближе ну это максимально близко плохой зум ну какой объектив что-то сделать как и объектив подороже мы тут пытаемся проехать как на металле здесь такой движняк люди покупают цветы и шары такой же этаж здесь и причем везде по городу где такие рыночки да очень сильное движение на дорогах мы приехали на бульвар на взяли немножко перекусить суши что-нибудь взять суши ну да давай ты говоришь до конца в этом я дурканул Леша хотел изначально меня в ресторан позвать сейчас подумаешь что все говорят по делу мы прошлом году и в паза-прошлом всегда водил дянуш в ресторан левят в прошлом году Земля Юрьевич и в паза-прошлом сами и в этом году я думаю да что сходим из ресторана потом мне в субботу уже и говорит Юрьевич а ты заказал ресторан? и а надо? конечно надо ты вспомнила в прошлом году за неделю уже месяц не было да-да потому что как-то ну работа, все такое работа на самом деле да с этой работой за душу ну ничего, иногда лучше дома посидеть а в ресторан сходим в другой раз нет, супер Сейчас, Леша, поделюсь кухню. Круассаны. Мы с вами разу сюда заходили и сидели. Мы зашли, куда-то и вышли, потому что помещение маленькое и вновь завидно. Здесь можно сделать круассаны разные, сладкие, соленые, причем точнее, как угодно. Я хотела миндальный круассан с миндальным кремом, и именно его мне казалось. Это мой зав шоколадный. Только ты чуть-чуть громче говорила, музыка так. Там будет слышно, там будет слышно. Вот, покажи какой. Вот такие здоровые. Теперь она вот берут, такой большой круассан, не залезают его и уже начинают дальше. Там шоколада внутри погоды, капец, сколько. Он прям красивый, да, вот? Какой красивый круассан. Он такой мягкий-мягкий, большой-большой. И все большой. Глазный. А ты тоже такой? Нет. Это мне. А как у нас кушает Диана? Закупать. Что-то я уже после этого вообще не хочу ни в круассан, ни в шоколадном. Он очень большой. Я сказала, мне не класть банан, и мне, видно, в два раза увеличили дофу шоколада. Здесь не шоколада, а ореховая паста такая вот. Шоколадный, ореховая паста. Максимально сильно. Он совсем льется, блин. Он очень хороший. Сейчас треск. Мы пришли в кино. Мы пришли на мультик Рая. Что-то там с последним драком все. Не вижу, я смотрю, не вижу. Вот. Мы причем купили билеты. Там одни из самых последних через телефон. Да. И по-моему мы смотрели не так давно эта функция появилась именно в Майковсе. Да нет, была она давно. Просто мы не пользовались ей. Просто мы зашли, а тут такая была очередь. И там места было мало, и мы понимаем, что мы можем просто не успеть. И мы так быстренько через телефон купили, и все. Он даже себе подпорно взял, и я буду чай пить. Потому что вот это вот с круассанами что-то я больше не хочу туда. Беда. Что-то как-то не пошло. Наверное, не моя тема. Вот как-то не хочется. Слишком было сытно. Чересчур с этим шоколадом. Просто ну вот так вот. Я вот уже половину съела. Барсил. Привет. Посмотрели мы мультик Рая. Как слышишь, Рая победитель? Последний дракон. Ну короче, Рая если что, да. Не знаю куда смотреть. Туда-сюда. Туда-сюда. Прикольный мультик. Ну немножко знаете, вот я Лёше говорю, сейчас классные мультики рисуют. Рисуют офигенно. Там некоторые кадры, как будто бы это фильм, как будто бы реалистичная вода, там трава. Все так красиво. Такая музыка. Прям эпичная. Прям иногда смотришь и не можешь понять, фильм это или мультфильм. Да, там была такая сцена драки. Ну не буду раскрывать прям все карты. Но это было снято настолько эмоционально. Ну не снято, а нарисовано. Я даже говорю снято. Потому что это было очень красиво. Но мне не нравится в мультиках вот этих современных, которые выпускают. Немножечко бредовость. Потому что придумывают какие-то бредовые абсолютно персонажи. Бредовые какие-то моменты. То есть либо это животные говорящие, ладно. Либо люди. А сейчас начинают придумывать каких-то непонятных существ. Ну дракона не берем сейчас. Просто что-то непонятное. Или там младенцы какие-то. Ну такое. Я это немножко не воспринимаю. Не люблю. Но нужно просто от этого абстрагироваться. Ну типа мульты-мульты. Относись как мульты. Да. Многие просто мультфильмы сейчас несут очень серьезный, глубокий посыл. Это интересно. Но их не хочется пересматривать. В общем, если вы не знаете на что пойти и любите мультики, и вы спокойно относитесь ко всяким таким существам, ко всему фэнтези такому, то спокойно идите, вам понравится. Там все-таки достаточно эпично было. Тяжело держать, да? Нет, я просто не знаю где-то микрофон. Боишь, я его снизу могу. Нет, тяжело держать. Ну короче, нам вообще понравилось. Неплохо. Мы еще сидели классно. Вообще обожаю Барковского. Леша лежал, потому что там у нас эти кресла, которые поднимаются. Мы сидели в самом краю, никого не было ни слева, ни справа. И видно офигенно. Самый последний ряд. Это самый наш любимый ряд. Видно классно все. Никто никому не мешает. Посмотрели. Теперь приехали в Ашан, потому что нужно купить на мой. Немножко продуктов. Что-то на вечер возьмем. И Леша хочет купить что-нибудь сладенького Карине маме поздравить тоже сегодня. Вот так вот. Так, мы сегодня на камеру показываем все, потому что она новую камеру тестирует на все. Блин, сейчас бомба освещения. Да, сейчас будет красиво. Я просто не могу. Где ты была раньше, камера? А наша белая уже плохо снимала. Наше белое зерно мы уже снимаем. Плюс пятна, которые мы еще не убрали. Мы нашли какие-то очень прикольные тюльпаны. Я таких еще не видела. Форма у них интересная. Они закрыты, но вроде как должны раскрыться. Плюс цвет лососевых. Мы взяли Карине и маме по пять, Лешка взял. А мне взял один. Так что у меня тоже такие цвета лососевых. Лососевые. Из семейства тюльпаны, из семейства лососевых. Да. Мама с папой вообще не претутся. Карина на работе бедняга. Поэтому сейчас Леша зайдет, закинет подарок и Карине, и маме в дом. Ну, сам зайдет, положит. И там... Рафаэл еще Леша купил по коробке. Я вам покажу обзор. Поставим... Рафаэл Леша быстро заберет. Поставим эти. Скажи мне. Открыточки вставим. Открыточки? Ну, маленькие. Подпишем. А мы в Сильпо сейчас заезжаем. Поэтому поехали. Мы тут в Сильпо еще приехали. То, что докупаем. Хотела показать, что и в Сильпо, и в Ашане, но в Ашане не засняла почему-то. Уже маслица. Ну, с 8-го числа у нас маслица. И всякие блинчики продают. Такие красивые. Сегодня мама мне передавала блины. Мы тоже жарила очень много. Они там на Днепр повезли. Вот. Кучу-кути блинов. Я тоже хочу жарить. Я хочу сделать блины на Алисовом Сильпо. Тут они не патичнее, чем в Ашане. Цельно-зерновой. Нет. Там тоже были интересные. Там были жульеном с икрой красной. А здесь нету с красной икрой. Вон. Красная икра и вон черная. Нет. Это для украшения. А нету конкретно завернутых. Здесь... Ну, с маком. Если бы я ел с сахарем, с маком, наверное, подыграл. Здесь беднее, чем в Ашане. В Ашане было повеселее. Там еще женщина стояла. Чего не сняла продаж? Стояла женщина, она сдавала. Раздавала. Раздавала. У-ху-ху. Сладкий стол. Ля, пусто вообще. Смотрите, какие мы красивые купили открытки. Вот это маме. И Леша подписывает сейчас Карине. Очень красивые. Они такие минималистичные. Вот эти открытки мне нравятся. Они мне очень напоминают наши картины, которые в зале. Покажешь пока открытку быстренько? Какая там она? Леша никогда не подписывал толком открытки. Для него это большое испытание сегодня. Ты опять не мог подписать? Ну, я тоже, кстати. И тосты говорить, и подписать открытки вообще не моя тема. Все, пойдем. Покажи. Очень красиво. Я даю стопроцентную гарантию, что Карина начнет ее фоткать в Инстаграм. А что ты... Надо было по центру что-то написать. Нормально. Твоя мама ничего не сделает. Куча пустого пространства. Я не знаю что я делаю. Что ей написать? То же самое что и Карине? Нет. Сзади боке! Боке! Это же боке! Смотрите прикол. Тюльпаны прям стоят. Они еще много висели. Они стояли с этой водой и прям стоят вот так столбом. Смотрите. Это тюльпанчики, которые мне Женя подарили. Вот желтые красивые тоже. Это Лешкины. Надо будет тоже найти им применение. В смысле вазу найти. Мы накупили кучу всего в Ашане. Один пакет просто разорвался. Другие еле дотащили. Леша сейчас пошел маме на стол оставлять подарок от нас. От Жени тоже цветочки с конфетами. Потому что неизвестно, когда они вернутся из Днепра. Делаю вам обзор покупок. Здесь купили мы вот такую зелень. Сейчас так непривычно будет снимать обзор на эту камеру. Но я постараюсь снять нормально. Снова яйца Ясен Свит взяли. Подорожали, кстати, яйца даже, которые отдельно продаются. Тут поштучно 3 гривны яйца. Ну ладно, 2,95, но все равно. Ясен Свит. Потом взяли мясо, говядину вот такую. Азу с говядиной. Глобина Мастер Шеф почему-то. Почему-то Мастер Шеф. Дальше. Взяли вот такую пасту. Блин, они это, рассеянные. Пасту Борилла взяли вот такую. Тоже неплохая фирма. По яблочкам я снова взяла Семиренко. Но печаль то, что в Ашане они достаточно маленькие. Вот такой кусочек семги взяли. Будем какие-то бутерброды делать, что-то типа того. Сейчас палочки здесь. Взяли вот такую штуку. Попробовать пробить трубы. Потому что засоряется что-то в раковине. Беда какая-то просто. Крот не помогает. Не сливается вода в раковине именно в ванной. Может быть там какие-то очень старые трубы. Я не знаю. Тоже такой дискомфорт приносит эта проблема. Вот несмотря на то, что Фета была, помните, с плеченью крышка. Мы показывали вам недавно. Она все равно вот была вкусная. И Леша так понравилось, что он решил взять второй раз. Еще взял вот такие рисовые хлебцы. Он уже не брал, по-моему, с тыквой какие-то пасты. На русском я впервые такое вижу. И я, видно, никогда не обращала внимание. Вот на русском прямо написано Paranomel Sensadeen. Все-таки Sensadeen, а не Sensadeen, да? Это по-украински реклама Sensadeen. Вот такую бутылочку взяли. Кумалая, Кать. Или Кумала. Африканское вино Chardonnay 2018. Чем старее, тем лучше. И чем старше, тем лучше. Дальше здесь у нас роллы, которые уже перекинулись просто. Мы взяли на вечер. Мы берем не первый раз в Ашане. Он просто выручает. Вот нам нравятся их роллы. Они такие нормальные по цене. Они действительно вкусные, свежие. Всегда нравятся. И их просто купить. Не надо заказывать эти доставки и прочее, прочее, прочее. Рафаэлла это мне от Жени. Спасибо ему большое. Это же очень приятно. Бананов Лешина, греб. Как никогда не видел. Полтора литра молока. Греча. Кстати, гречку взяли вот этой вот с коврянкой, у которой у меня овсянка. Которую мне мама передала. И я буду варить, может быть, в следующем влоге ту самую касту овсянную, о которой я рассказывала. Еще взяли вот такую пасту Мелисса. Она с цельнозерновой мукой, апельсины. Значительно дешевле апельсины и помидоры в Ашане, чем в Сильпо. Вот такое яблоко рычив. Это взял Леша. Дала ему выбрать булгур или кускус. Он захотел булгур. Очень люблю эту кашу. Здесь картошка и огурцы. Ничего такого интересного больше нет. Здесь еще один пакет зелени. Мы заезжали еще в Сильпо и брали бездрожжевой хлеб. Взяли изюм на кашу. Уже все на пол просто выворачиваю. У меня неудобно поднимать. Курага на кашу. И чернослив на эту самую кашу. Еще я взяла вот такую муку. Она классная. Она мне нравится. Зернари называется. Вот. Тоже Сильпо брала. Пшеничная высшего сорта. 2 кг упаковка. Здесь еще бездрожжевой хлеб. Потом мы взяли себе к вину вот эти конфеты. Напоминаю, что они очень крутые. Особенно манговые. Бобчик. И вот тут еще какие. Яблочногрушевые. Еще и с хурмой. Офигенные. С вишней. Ну и там финики. Мотопати наши любимые. Куриное. И филе куриное. Ну как. Ну там где-то около 2000 на все это ушло. Сегодня такой ну очень насыщенный день. Честно даже немножко голова разболелась. Потому что все так знаете в таком кипише на каких-то эмоциях. Спасибо всем за поздравления. Очень много людей писало. Спасибо. Спасибо. И у вас всех с праздника. Надеюсь у вас все классно прошло. Пишите в комментариях как вы праздновали. Что вам дарили. Как прошел вообще день. Понравился вам. Нет. Мне будет очень интересно почитать ваши истории. Как всегда после праздников. Вот. Мы тоже пойдем приведите в порядок. Принимать душ. Монтировать влог на новую камеру. Кстати пишите как вам качество. Это очень важно. Вот. Это прям очень-очень важно. И будем устраивать посиделки с суши и вином. И если хотите смотреть больше там каких-то интересных моментов. Приходите в инстаграм. Истори смотрите. И смотрите новые фото. Их будет много. Потому что мы на камере сегодня классно пофотографировали новую. Ну и там реально много классных снимков. Что-то добыло же обязательно. Всем пока. Всех целую. Увидимся. 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 Увидимся.